Привет! В ходе этого урока мы с вами создадим главную страничку для нашего сайта, а также запустим эту страничку в браузере через локальный сервер. Но изначально хочу порекомендовать вам сайт iqproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации по Java Spring. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Как было сказано в прошлом уроке, перед запуском нашей программы нам необходимо добавить кое-какие дополнительные классы, а также нам необходимо добавить шаблон, например, шаблон главной странички, который как раз и будет показан пользователю. Соответственно, именно этим мы сейчас с вами и займемся. Смотрите, все необходимые файлы можно прописать собственноручно. Этот вариант, конечно же, неплохой, но существует куда-лучший вариант, если мы просто будем с вами использовать официальную документацию и оттуда будем копировать код, ну и, соответственно, его просто будем видоизменять. Соответственно, давайте именно так мы и будем поступать. Итак, я перешел на официальный сайт, перешел на вкладку Guides, и здесь я опять-таки прописываю MDC, перехожу на Serving Web Content. Здесь мы с вами уже скачивали необходимые, ну, копировали уже необходимые пакеты, их мы повторно копировать не будем. Итак, кстати, если вы используете не Maven, а используете сборщик Gradle, то, соответственно, вот здесь, чуточку ниже, представлен весь необходимый код для подключения библиотек при помощи именно сборщика Gradle. Ну, вдруг, если вы используете Gradle, то код всегда находится ниже. Итак, нам это все сейчас не нужно, потому что мы все пакеты уже подключили, нам нужно создать наш первый контроллер. И вот здесь как раз представлен весь необходимый код для создания первого контроллера. Мы давайте скопируем весь этот код. Единственное, мы не копируем package, потому что package это как бы, ну, это пространство имен, и оно у нас свое. В моем случае, например, у меня package это com.itproger.blog, вернее. Ну, а здесь, соответственно, другой пакет, поэтому его копировать нам не нужно. Итак, что мы с вами сделаем? Вот здесь, в папочке source, main, java и вот в папочке com.itproger.blog, у вас эта папка может по-другому называться, здесь мы создаем с вами новую папку, поэтому new package, и давайте мы эту папку назовем как controllers, то есть все наши контроллеры мы будем хранить внутри папки controllers. Это хорошая структуризация проекта, поэтому давайте так и будем делать. Дальше, внутри этой папки мы создаем с вами новый java-класс, который как раз у нас будет новым контроллером. Смотрите, контроллер можно называть как угодно, то есть, например, я наш контроллер назову как name, единственное, в конце добавляйте всегда еще слово контроллер, таким образом у вас будет как бы корректное название для контроллера. Ну и нажимаем ok. Теперь же, здесь мы удаляем весь код, помимо package, package все-таки оставляем, и вместо того кода, который был, мы устанавливаем тот код, который мы скопировали. Здесь выдается нам ошибка, ошибка связана с тем, что наш файл называется maincontroller, а в коде, который мы скопировали, контроллер называется greetingcontroller. Соответственно, чтобы исправить ошибку, мы наш класс называем тоже maincontroller, то есть точно так же, как и название самого файла. Теперь ошибки у нас никакой здесь нет. Теперь давайте поговорим о том, что же здесь у нас происходит. На самом-то деле, здесь у нас достаточно много сразу идет кода, мы этот код будем с вами более детально рассматривать чуточку позже, поэтому сейчас мы давайте просто сократим код, вот, и потом к вот этим вот request парам и прочим-прочим вещам мы с вами еще вернемся и там более детально рассмотрим. Пока давайте просто сократим код и удалим вот этот вот весь request парам. Единственное, что мы здесь с вами оставим, это один параметр model, model. Вот, в принципе, и все, больше здесь ничего не будем. Итак, что здесь у нас происходит? Смотрите, у нас есть просто обычный класс, да, то есть это обычный класс, который помечен как контроллер, то есть это класс, который отвечает за обработку всех переходов на сайте. Например, перешли на главную страничку, перешли на страничку про нас и так дальше. Здесь каждая функция, она обрабатывает определенный URL-адрес. Например, здесь в getMapping мы указываем, какой именно URL-адрес мы с вами обрабатываем. Например, на данный момент здесь обрабатывается такой URL-адрес, как название сайта, дальше, slash, greeting. Если мы хотим обрабатывать такой URL-адрес, как главная страничка, то для этого нам необходимо здесь указать просто slash. Таким образом, мы говорим, что при переходе на главную страничку у нас будет вызываться вот эта вот функция. Теперь, что находится внутри этой функции? Внутри этой функции мы с вами делаем вот что. По сути, все, что мы делаем в этой функции, так это мы просто вызываем определенный шаблон, определенный HTML-шаблон, который называется как greeting. Поскольку мы все-таки теперь уже обрабатываем главную страничку, то давайте мы будем с вами открывать шаблон, у которого будет название, как, например, main, или же даже пускай название будет как home. Вот. У нас такого шаблона пока еще нету, но чуточку позже мы его создадим, и название для этого шаблона мы как раз укажем как home, и получается при переходе на главную страничку у нас будет вызываться именно вот этот вот шаблончик с названием home. Теперь, дополнительно, здесь есть еще вот такая вот строчка кода, и в этой строчке кода мы просто с вами указываем такой параметр, как name, и этот параметр name, он будет передан в шаблон. Мы давайте параметр name не будем передавать, а, например, укажем название как title, то есть это будет некое название странички, и здесь мы раньше с вами передавали переменную, которая находилась, ну, которую мы принимали как параметр в функцию. Вот. Сейчас мы просто это все удалили, поэтому этой переменной не существует. Вместо перемены мы давайте просто здесь будем передавать какой-то определенный текст. Например, мы здесь напишем главная страница. Таким образом, что мы с вами сделали? Мы с вами сделали следующее. Мы прописали обработку главной странички. При переходе на главную страничку у нас будет вызываться вот эта вот функция. Кстати, функцию давайте тоже переименуем, пускай у нее будет название как home. Так вот, при переходе на главную страничку вызывается вот эта вот функция. Здесь у нас передается один обязательный параметр. Это model, то есть это параметр, который всегда принимается. И мы его, конечно же, тут тоже принимаем. Это обязательно просто параметр. И дальше мы при помощи вот этого вот параметра мы указываем, какие данные мы можем передать внутрь шаблона, мы передаем такой параметр по названию title со значением главная страница. То есть мы сможем внутри шаблона обратиться к параметру, ну, к значению, вернее, к свойству title и вывести его значение внутри шаблона. Это мы сделаем чуточку позже. Так вот, все, что здесь происходит, это то, что мы передаем какие-то определенные данные внутрь шаблона и дальше вызываем определенный шаблон по его названию. Пока у нас шаблона нет, но просто указали, что по названию home мы вызываем определенный шаблон. Также здесь мы можем заметить, что раньше у нас использовался request-param, теперь мы его уже не используем, ну, потому что мы его удалили. И вот эта вот библиотека, которая здесь была подключена, она больше не нужна, поэтому можем ее тоже с вами удалить, чтобы ее тут просто не было. Окей, следующий шаг это создание самого шаблона. То есть мы сейчас с вами прописали обработку определенного URL-адреса и вызов определенного шаблона, но самого шаблона у нас еще нет. Поэтому давайте создадим сам шаблон. Опять-таки возвращаемся к документации. И вот здесь у нас прописан код для создания шаблона. Во-первых, давайте посмотрим, где этот шаблон должен храниться. Этот шаблон должен храниться в папочке source, main, resources. У нас эти папочки есть, то есть вот у нас source, дальше main, дальше у нас есть папка resources. Вот. И дальше в этой папке нам необходимо создать еще одну папочку templates, точно так же, как это сказано здесь в официальной документации. Соответственно, мы давайте то же самое, нажимаем правой кнопкой мыши, new, дальше здесь directory, templates, нажимаем ok. Вот эта папка, она у нас была создана. И внутри этой папки мы как раз уже можем создавать все наши шаблоны. Здесь создается шаблон, который называется как greeting.html. Это вполне логично, потому что вот здесь в контроллере выше у нас как раз вызывается шаблон, который и называется как greeting. Вот. Мы шаблон вызываем с названием home, поэтому нам необходимо здесь создать файл, который как раз и будет называться, давайте, new file, который как раз и будет называться как home.html. То есть видите, вот здесь я прописал название home, поэтому здесь у меня тоже home. Ну и расширение .html. И да, кстати, если вы не знаете html или же css, то конечно же вам необходимо эти языки разметки изучить до того, как приступать к написанию самих этих шаблонов. Потому что без html и css вы просто не будете понимать, что за теги я пишу и как я к ним добавляю стили. Вот. Поэтому уделите немножко внимания таким языкам разметки, как html и css, и дальше возвращайтесь обратно к этому курсу. Ну мы же продолжаем. Создаем сам этот шаблон. Вот он у нас создан. Это конечно же пустой пока файл, и давайте мы в него добавим просто сам html код. Вот этот код мы копируем и просто его сюда вставляем. Что здесь в этом html коде у нас происходит? Во-первых, мы с вами подключаем шаблонизатор teamleaf. Давайте вспомним такой файл, как pom.xml. Здесь мы с вами указывали, что мы подключаем такой пакет, такую зависимость, как teamleaf. Это был определенный шаблонизатор. И здесь как раз внутри шаблона, внутри html файла мы указываем, что мы используем данный шаблонизатор. Вот таким вот образом прописывается его использование. То есть внутри этого файла я теперь могу с ним работать. Дальше у нас происходит следующее. Здесь у нас есть просто стандартный тег head. Внутри него мы выводим название странички, а также указываем кодировку для всей странички. Но это стандартный html, здесь даже нечего особо сказать. И дальше у нас здесь есть еще один дополнительный тег p. Внутри этого тега p мы используем с вами синтаксис шаблонизатора teamleaf. Что здесь происходит? Мы указываем, что внутри этого тега мы выводим с вами текст. То есть мы обратились к teamleaf и обратились к свойству текст. Таким образом мы установим какой-то определенный текст внутри этого параграфа. Здесь мы просто будем с вами выводить hello. И дальше мы с вами выводим здесь параметр name. Давайте опять-таки вспомним, что раньше внутрь шаблона передавался такой параметр как name. Я его заменил на параметр title, поэтому сейчас у нас здесь как бы ничего выводиться не будет, просто потому что у нас этот параметр не передается. Соответственно вместо name мы давайте с вами пропишем здесь title. И у нас будет выводиться здесь, ну вернее вот здесь у нас будет выводиться hello. И дальше будет выводиться текст главная страница. Давайте единственное напишем здесь, пускай будет привет. Вот привет главная страница. Вот такой текст здесь будет выводиться. То есть, по сути, что здесь произошло? Мы взяли одну определенную строку, к ней добавили вывод вот этой вот переменной, и дальше еще раз добавили вывод определенной строки. И вот этот вот текст, он будет помещен внутрь этого тега. Все довольно-таки просто. Кроме того, я предлагаю сделать точно то же самое для тега title. Здесь мы также указываем с вами то, что мы обращаемся к TeamLib, обращаемся к свойству текст. И давайте сразу это все еще закроем. И здесь мы с вами просто выведем значение того параметра, который мы получаем. То есть, это параметр title. Вот и все. То есть, в теге title у нас будет выводиться параметр title, который мы передаем из контроллера. Все довольно-таки просто. Окей. Теперь давайте опять-таки вернемся к документации. И здесь мы с вами можем заметить, что тут еще создается один основной класс, который служит для запуска всего приложения. Нам этот класс создавать не нужно, просто по той причине, что этот класс у нас был уже создан. Вот он здесь находится. Это блок Application. Он есть. Он корректно создан. Соответственно, мы ничего дополнительно с вами не прописываем. Теперь мы можем просто все это запустить и посмотреть, как же у нас все будет работать. Чтобы все это запустить, мы с вами можем нажать просто вот здесь на кнопочку старта, либо можем нажать на Run и изначально выполнить дебаг. И здесь выбираем мы блок Application, как бы выполняем дебаг. И после того, как мы выполнили дебаг, мы можем нажать на опять-таки Run и здесь Run Block Application. После этого у нас должен запуститься сервер и все должно обработаться корректно. На это может уйти несколько секунд, поэтому вы не пугайтесь, если у вас сразу все не запустилось. Например, сервер может запускаться вплоть до 10, а возможно иногда и до 20-30 секунд. Это будет абсолютно нормально. На данный момент у меня ничего не запустилось. И это не связано с тем, что я что-то прописал некорректно. Это связано с тем, что Spring, он по умолчанию использует такой порт, как 8080. Об этом вот здесь как раз и написано. И проблема у меня заключается в том, что порт 8080, он уже использован внутри как бы системы. То есть внутри моего компьютера для какой-то программки, где-либо я, например, запускал уже порт 8080 и не остановил сам этот локальный сервер. Поэтому мы не можем подключиться по этому порту. В вашем случае у вас вообще все должно было быть запущено и никаких ошибок не должно было возникнуть. Я все же хотел просто показать вам эту ошибку, что если у вас возникает вот подобная ошибка, что web server failed to start port 8080 was already in use. То есть порт 8080, он уже как бы был использован. Если у вас возникает такая ошибка, то в таком случае вам, во-первых, вы можете просто отключить сам этот порт 8080. Об этом вы можете почитать в Google, то есть как отключить определенный порт на определенной операционной системе. На Windows это по одному отключается, на Mac это по-другому отключается. Это первый способ. А второй способ мы можем просто зайти в Application Properties. То есть видите, вот здесь в папочке Resources у нас есть файл Application Properties. Это файл с настройками. Здесь мы можем установить огромное множество различных настроек. И одна из настроек это установка определенного порта для нашего проекта. Чтобы это сделать, мы прописываем здесь сервер, дальше порт и дальше указываем с вами сам этот порт. Например, по умолчанию используется порт 8080, а мы, например, будем использовать порт 8081. Теперь давайте я опять-таки остановлю программу и повторно ее просто запущу. Для этого Run, ну и опять-таки на Run нажимаю. Сам процесс запуска может занять 10 и 20 секунд, это вполне нормально. На данный момент у меня процесс запуска занял всего лишь 4 секунды. И вот если у вас вывелось подобное же окошко, ну то есть подобный текст, в котором написано, что started, дальше указывается вот этот основной файл. В моем случае это BlockApplication, вот этот файл, с которого все запускается. Если у вас вводится вот последним сообщением, вводится вот такое вот сообщение, значит у вас ваш проект запущен корректно и вы можете его просмотреть. Смотрите, здесь еще очень важный момент заключается в томкате. Томкат это, по сути, встроенный сервер, который позволяет нам как раз и просматривать сам этот веб-сайт внутри какого-либо браузера. И здесь указан порт, по которому у нас все было запущено. В моем случае это порт 8081, потому что именно этот порт я здесь и указал. В вашем случае вы убедитесь, какой здесь порт прописан, ну стандартно это 8080, но все же убедитесь, какой порт здесь прописан. И именно по этому порту вы заходите на ваш сайт. Итак, чтобы зайти на сайт, мы с вами прописываем здесь Localhost. Дальше, в вашем случае, скорее всего, придется прописать 8080. В моем случае я прописую 8081. Это вообще ни на что в дальнейшем влиять не будет, но просто разные как бы у нас будут порты. Вы тоже можете, кстати, указать порт 8081. Так вот, смотрите, что у нас на данный момент есть. Я перешел как бы на главную страничку. Эта главная страничка, она была обработана вот здесь в контроллере. Кстати, вся дополнительная информация должна... Нет, на данный момент у нас вроде здесь... Ну, в общем, иногда тут дополнительная информация, она отображается вот здесь в консоли. Например, если какая-то ошибка возникла или что-то в этом духе, вся эта информация вот здесь в консоли, она будет отображаться. На данный момент ее тут просто нету. Так вот, что у нас произошло? Мы перешли на главную страничку. В контроллере это все было обработано. И дальше контроллер, он вызвал определенный шаблон. В нашем случае это home.html. Туда он передал один параметр title со значением главная страница. И дальше этот параметр мы здесь вывели в теги title, а также вывели в теги p. Поэтому вот здесь в теге title у нас написано главная страница, а также в теге p у нас написано привет, главная страница. Вот, в принципе, так это все здесь и работает. Теперь же, на данный момент наш сайт выглядит ну уж очень убого. Как так ни крути, тут просто написано небольшой текст, и ничего дополнительного нет. Соответственно, мы давайте с вами создадим нашу главную страничку, как некую шаблонную страничку с некоторыми стилями, и все эти стили мы с вами возьмем от такого фреймворка, который называется Bootstrap. Поэтому мы переходим на официальный сайт Bootstrap, это getbootstrap.com. Для тех, кто не знает, что такое Bootstrap, то в двух словах опишу. Bootstrap это фреймворк, это CSS фреймворк, который содержит множество готовых стилей, которые мы можем использовать для наших веб-сайтов. Нам это как раз и нужно, потому что не хочу заморачиваться по поводу стилей в ходе этого курса, поэтому мы будем использовать уже готовые стили, и Bootstrap в этом нам как раз и поможет. Итак, переходим на их официальный сайт. Здесь мы можем перейти на вкладочку examples, вот, то есть это различные примеры. И отсюда я предлагаю просто скопировать какой-либо шаблон сайта. И дальше этот шаблон мы с вами просто разместим на главной нашей страничке. То есть главная страничка, она у нас будет статичной, на ней ничего не будет происходить, это просто как бы будет, ну, просто HTML будет, там не будет никаких действий на главной страничке, а вот на других страничках мы уже там будем, например, добавлять статьи, мы будем выводить статьи и все в таком духе. Но на главной страничке пускай будет просто самый обычный HTML без каких-либо особенностей. Итак, скопировать можно абсолютно любой шаблон, который только захотите. Я давайте, возможно, скопирую, не знаю, давайте вот прям первый скопирую. На самом-то деле это абсолютно не важно, можете скопировать какой только захотите шаблон, я просто вот первый скопирую. Хотя первый, первый вообще никакой, из-за шапки. Давайте мы зайдем на второй шаблон. Вот, здесь мы с вами открываем консоль разработчика, панель разработчика, вернее. Чтобы ее открыть, мы нажимаем правой кнопкой мыши и дальше просмотреть код. И откроется вот такая вот панель. Здесь я нажимаю на вот эту вот иконку, выбираю шапку и дальше здесь нажимаю правой кнопкой мыши, copy, copy element. И этот элемент я его просто вот сюда вставляю. Вот таким образом у меня здесь будет как бы шапка. Сохраняю это все, обновляю страничку. И на данный момент у нас ничего не произошло. Да, кстати, совсем забыл сказать, что обновление, ну автоматическое обновление здесь не происходит. То есть, если мы хотим просмотреть какие-то, ну, какие-то новые нюансы, которые мы добавили внутрь нашего проекта, то, соответственно, нам необходимо перезапустить сервер. Для этого можно нажать на вот эту вот кнопочку. Это очень удобная кнопка, она останавливает сервер и запускает его повторно. Соответственно, нажимаем на эту кнопку и у нас происходит перезапуск сервера. Опять-таки, нужно дождаться вот этого вот сообщения. Started, block application и дальше там количество секунд указывается. Обновляем страничку и вот здесь вверху мы с вами можем заметить, что у нас как бы выводится шапка. Да, на данный момент она выводится без каких-либо стилей, но это вполне логично. Просто по той причине, что мы с вами еще сам Bootstrap, сами вот эти вот стили, мы их не подключили внутри HTML файла. Поэтому они выводятся без стилей. Чтобы подключить Bootstrap, сам вот этот CSS файл, мы должны с вами перейти на такой сайт, который называется bootstrap.cdn.com. Вот мы переходим на этот сайт и здесь мы можем просто скопировать полный путь к CSS файлу от Bootstrap. Вот этот путь он здесь прописан. Мы его просто с вами копируем, просто нажимаем и он сам скопируется. И дальше здесь в теге head мы прописываем тег link и можем просто нажать на tab и сам этот тег он пропишется. И дальше в атрибуте href мы прописываем ссылку на вот этот вот CSS файл. После этого у нас весь CSS он будет прописан уже корректно. Единственное, перед запуском давайте мы здесь поменяем какие-то ссылки. Например, здесь я напишу itproger. Или даже не itproger, а давайте напишем blog. Вот здесь у нас будет, например, ссылка на главную, поэтому мы здесь пропишем главное. Здесь пускай будет ссылка на blog сам по себе. И, например, еще ссылка про нас будет. Да и остальные ссылки давайте мы пока поудаляем. Они нам просто не нужны. Если что, мы их потом добавим. Окей, все это сохраняем. И давайте перезапустим сервер и посмотрим, что же на данный момент у нас теперь будет. Опять-таки дожидаемся вот этого основного сообщения. Вот оно появилось, started. Теперь перезапускаем страничку. И мы замечаем, что действительно у нас добавлены все необходимые стили. И у нас есть вот эта вот шапка. Здесь ссылки пока не рабочие. Но это мы сделаем уже в следующем уроке, чтобы они были рабочими. Но главное, все у нас как бы здесь работает хорошо. Теперь давайте мы еще скопируем просто какую-то основную часть. Для этого я перехожу опять-таки на страничку examples. Здесь я выбираю первый шаблон. И я предлагаю скопировать абсолютно прям все. То есть я скопирую вот этот вот тег main, а также копирую тег footer. Их поочередно надо копировать, поэтому copy element. То есть main я копирую этот тег. Его сюда просто вставляю. И также дополнительно я еще скопирую footer. Тоже copy, copy element. И его тоже вот сюда вставляю. Перезапускаем сервер. Посмотрим, что у нас получилось. И в принципе на этом можно будет наш урок завершить данный. Окей, все запустилось. Теперь мы заходим на главную страничку. Обновляем. И вот так выглядит у нас главная страничка. Довольно-таки круто, согласитесь. То есть у нас есть и footer, у нас есть и шапка. У нас в общем-то все необходимое есть. Выглядит довольно-таки хорошо. Ну что ж, вот таким вот образом мы с вами научились отслеживать URL-странички. На данный момент мы с вами отслеживаем только одну URL-страничку. Это главная URL-страничка. Вернее, просто главная страничка. Вот. Если хотите добавить больше отслеживаний, то просто копируете вот эту вот функцию. И, например, хотим отслеживать страничку с URL-адресом about. Соответственно, прописываем такой вот URL-адрес. Дальше вызываем другую функцию. Вызываем другой, например, шаблон. Ну или, например, шаблон можем тот же самый вызывать, а функция уже, пускай, у нас будет, например, другая. И, например, после перезапуска сервера, вот, я уже смогу заходить на страничку about. У нас будет вызываться шаблон home. Ну, вот. Но главная сама страничка about, она уже будет работать. Например, вот давайте запустился сервер. Мы переходим на страничку about. И мы с вами замечаем, что у нас отображается точно такой же шаблон. Но именно вот URL-адрес это у нас уже about. Шаблон тот же самый, а страничка уже другая. Вот. То есть мы уже с вами отслеживаем как бы теперь две странички. И так, по аналогии, можно отслеживать сколько угодно страниц. Ну, мы с этим еще всем будем знакомиться в ходе курса. Ну, а пока у меня на этом все. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И переходите на сайт itproger.com. Все ссылки в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока.